Сон добывает выпаривание. Есть такой способ? Сон добывает выпаривание. Вот однажды взял мой друг Павел Троценко из Санкт-Петербурга, молодой человек. И вот из таких вот материалов выпарил всю воду и получилась вот эта вот фактически энциклопедия. Не та энциклопедия, что написал на несколько этих, в которых смертельные советы, а настоящая энциклопедия. Не удивляйтесь, не обижайтесь. За такую манеру нужны талантливые люди, а они могут быть, которые выпарят, оставят одну сону. Это будет новое садоводство. В нем есть особое свойство ни одного совета не взято из литературы. Нет, общий совет и есть. Корнями вниз, крона вверх. Я согласен. Это не я придумал. Это все знают. То, что листья протасинтез дает, это тоже все знают. Но при этом, безжалость, уничтожает часть веток, которые должны стать листьями, покрыться листьями. А есть прямая связь между фотосинтезом и урожаемым. Есть же, ну что, я что-то глупость сказал. Тогда зачем эти ветки называть лишними? Нет, ветка не обязана вся плодоносит. Все ветки не обязаны плодоносит. Это надо, тоже уже прям скрижали. Все ветки не обязаны плодоносить. Не обязаны, не обязаны. Если она не обязана плодоносит, значит, надо уничтожить. Пожелись, уничтожить, и тогда дерево-то уже нет. Теряет иммунитет, теряет морозостойкость. Покрывайся этими. Ну, ну, как еще долбить-то этих самых? Я говорю, я устал в стороне дураков жить. Надо, давайте смотреть. У нас все меньше становится. Сейчас я поищу. Александр Ребрик, привет, Александр. Те, которые за все время 20 тысяч мне прислал, знаете, за фильмы. Не только от меня зависит новость удовольствия, а таких, как Ребрик. Свинин тоже прислал деньги. Так, сейчас я посмотрю. Артем Семенченко. Земляк. По ту сторону. Граница, я боюсь сказать, фронта. Вот. Вот. Талант. Несколько писем его посмотрел, фактически статьи. На лицо талант журналиста. Вы все это можете превратить, переделать и сделать. А, вот именно вам предстоит эту соль выпарить. Выпарить, соль убрать всю воду. Возможно, это ваше преднание. Но когда вы будете печатать статьи, пять тысяч, пятьдесят тысяч, чтобы вам за это заплатили. За это огромную работу. Что польза будет огромная. Когда-то это было возможно. Лет 20 назад. 15 назад. Белорусская газета. Талока. Бах, мою статью печатает. Бах, мне три тысячи присылает. Я чуть не чокнулся. Я три тысячи получал в месяц. В детском садике. Полставки. Бах. Ганара три тысячи мне присылает. Белорусская газета. Ну, а очень крупная газета. Сотни тысяч экземпляров. Это шутка. Вот. Торожи. Было, было. Но потом же похватились, сказали, нельзя ажерезов печатать. Пусть белоруса это уничтожает деревья. Ох. Сейчас смотрите. Это Александр. Так, брат, привет. Сейчас я это. Я, 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 знаете кого. Я внуточку и все. Смогла сюда попасть. Мы не ожидали это. Надо заранее тренироваться. Вот. Нет, не, не, не. Наверное. Сейчас я все минутку. Сейчас обхолюшу. Я внучку и все. А я никто не научил. Я туда расслабился. Думал, вот. Расслабился. Ну, вот. Так бывает, что. Вот она взяла, нашла какая-то сам. Мой канал. Взяла и там, это, вступила или как-то. А я же не подумал, что она не сможет попасть на ребенок. Восемь лет. Кто и надумал. Да никто. Сама нашла канал. Так. Добрый день, Елена. Валерий Константинович. Валерий Константинович. Подскажите. Если у груши пошла поросль ниже прививки. Получается дичок. И надо заново прививать или нет. Давайте так. Если это. Вы, допустим, где-то достали мою сурийскую грушу. Так. Привили на них. Ну, допустим, прививка не пошла. А по двое пошел дичок. Да. Вы потом еще раз прививите сюда, хотите. Не пропадать за добро. Если это. С какого-нибудь питомника. Это нормально, что полевой погиб. А по двое все-таки покрепче держится. И дает полосу. Может тоже попробовать привить. А может подождать обладношение. А вдруг он не такой уже. Идите. Вот. Двигативную гуманизацию я не отреждаю. Так. Горячихина. Всем добрый вечер. Соловьё. Добра света. Николай. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Курган. Валентин. Арсен. Привет. Ученикам учителя. Данил. Привет. Савакана. Данила. Наталья Пилипенко. Всем добрый вечер с Урала. Свинин. Привет. Сархангельской области. Ленин. Ленин. Ну хоть бы один пропустили бы вебинар. Ну что это такое. Андрей Петрович. Привет. Толстной связи. Тимофеева. Валентин. Растут саженцы. А Сергей Второй год. Нижние листья увеличатся. В размерах хорошо. А верхушек краевые листья прибыли. А раджевый цвет. Потом чернеют и не растут. Вот. Это у яблони. Ужасливых. Что я не так делаю. Стараюсь. Это бы всем советую. Ну а больше причем не надо искать у земли. Вот. Вот. Когда Сергей высылает. Он обязательно ставит. А. Белые метки. Это значит что их нельзя закапывать. Вот. Это и есть корневая шейка. Значит. Это раз. Во вторых. Значит. Все равно как бывает. Вот. Допустим он. За вас делают обрезку. Если вы получили из посылки. За вас делают обрезку. Но бывает. А в той обрезке недостаточно. Еще какая почва. От этого влияет. Они попали сразу в эту. В полосу засух. Тоже не понятно. Вот. И получается что есть несколько причин. Или это. Выпливание корневой шейки. Или просто не хватает сил. Чтобы. Из-за. 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 раз проверить окорневашейку, раскопать немножко, хотя они вкладывают, в каждую посылку вкладывают памятку, там стоп, а памятку делал я, значит там был обязательно холм, что надо садить на холм, а первый год холм он плохо проливается, то есть полили, а вода стекла, до коления дошла, пол сам стекло, в рот не попало, так и тут, с второго года холм уже играет положительную роль, а первый год самый тяжелый, надо вот и все хорошо пролить, возможно вот еще раз, или коленошейка выплевает, уже выплевает, вот это надо остановить, или посаженный на холм, это тоже к этому, или может быть не хватает влаги, чтобы до самого верха, сейчас еще весна, недавно было весна, но все месяц прошел, вижу как пишите, нежели лица, велись хорошо, значит все таки дерево оно, сама деревца не это, не собирается помирать, но я, если есть возможность, задавая вопрос вебинаре, прицепить к нему фото, вы знаете, я до сих пор, ни одного случая не было, что вы цепляли фото, это вопрос не ко мне, а понятия не имею, вот, это уже не мне решать, я не знаю, как получилось, что за все 240 вебинаров, ни одного фото, я лично не видел, но и не знаю, еще один вопрос, про абрикосы, растут второй год, ветки больше метка, но растут не вверх, а гнутся в земле, ожог хуже, может, и оставить какие-то, ставить подборки, а как будет с моей идеологией, не подходите, не шибну, еще раз тут, значит, вот, второй год, давайте так, отдельно потом, на мой электронный адрес, в крайнем случае на WhatsApp, пишите фотографии, разбираться будем, второй год, я же не знаю, купленного Сергея, так, или, где-то вы и взяли кто-то еще допустим спину почки то есть бывает такое то есть привал почками вниз такое было не получается мне сразу ответить так хочется сказать и пусть которые считают жировиками и прочее эти якобы специалисты вот она растет потом поэтому я в таких случаях стараюсь ничего делать на всякий случай покажите мне фотографии все таки мне интересно как это так и абрикосы растет вниз